Здравствуйте! Мы продолжаем с вами курс занятий для проведения с РСП по дисциплине «Архитектурная графика» для студентов-бакалавров образовательной программы «Архитектура». Мы продолжаем тему «Шрифты» и сегодня темой нашего разговора будут архитектурные шрифтовые композиции. Мы поговорим с вами сегодня об основных принципах формирования шрифтовых композиций. И заданием будет именно как раз таки сформировать такую композицию из узкого и широкого архитектурного шрифта. Цель занятия – приобрести навыки формирования архитектурной шрифтовой композиции. 1. Отработать технику написания узкого и широкого архитектурного шрифта. 2. Приобрести навыки графического построения букв, используя основные композиционные закономерности. В результате изучения данной темы студенты должны иметь представление об архитектурных шрифтах, знать закономерности построения узкого и широкого архитектурных шрифтов, а также знать композиционные закономерности. 3. На этом занятии мы охватим несколько вопросов. Мы поговорим об основах при формировании шрифтовой композиции, приёмах выразительности шрифтовых композиций, правилах при построении строк и принципах формирования шрифтовых композиций. Итак, шрифтовая композиция – это гармонично связанный между собой набор букв, или это могут быть блоки текста, или прочие участники текстового пространства, из которых составляется композиция. Иными словами, в шрифтовой композиции буквы должны гармонично сочетаться друг с другом в любых возможных комбинациях и давать удобно читаемую и красивую надпись. Последовательность расположения букв и слов является основой шрифтовой композиции. Включение шрифта в изобразительную композицию – очень частая и совсем непростая задача. Ведь шрифт – это очень своеобразное искусство. Во-первых, он носит условный, знаковый, а не изобразительный характер. Во-вторых, шрифтовая композиция не только рассматривается целиком, но и читается в определенном порядке – строка за строкой, сверху вниз и слева направо. Любая надпись имеет определенную динамику. Конечно, последовательность ее развернута не только в пространстве, но можно также и выразиться, что и во времени. Все это делает композицию шрифта очень специфичной, отличает ее от большинства видов декоративного и изобразительного искусства. Выразительная пластика шрифта, его ритм могут использоваться в чисто декоративных композициях. Иногда шрифт при этом сохраняет и значение, как бы зашифронованного текста, подобно древнерусской вязи. Так какими же приемами можно пользоваться или использовать для выявления выразительности шрифтовой композиции? Существуют следующие приемы выразительности шрифтовой композиции. Ну, конечно, это в первую очередь размещение каждой части предложения в отдельной строке. Затем выделение части предложения или отдельных слов изменением размера. А также надписи могут быть и симметричными, и асимметричными. Форма строки также дает большие возможности композиции надписей. Строки могут быть восходящими и нисходящими. При этом боковые линии букв остаются вертикальными и проводятся перпендикулярно верхней и нижней линиям строки. Применяются также и вертикальные строки. Но наиболее удобно читаемой является все-таки горизонтальная строка. Пред вами представлены различные вариации приемов формирования строк. То есть создание некой линейной структуры. При этом она может быть более статичной и насыщенно-динамичной, включающей в себя ярко выраженный ритм. Она может передавать положение формы в пространстве, создающие эффект перспективы. Она может решаться ступенчато, радиально, пластически. Может решаться за счет динамики изменения параллельности линий построения и придания ему ломаного очертания. Но в любом случае, как мы только что об этом было сказано, каждая из этих моделей, в данном случае модули, которые формируют ту или иную единицу, она все-таки должна вписываться в прямоугольную форму. В некоторых случаях, она в определенных случаях, например, переходящей в перспективное отображение, может превращаться уже как бы в трапециевидную структуру. Но на самом деле это за счет сокращения передачи в пространстве все-таки передается прямоугольная форма. При формировании шрифта, вписывая его в радиальную линейную форму, надо помнить о следующем, что каждый модуль вписывается перпендикулярно по отношению к линиям построения. Имеется в виду параллельно линиям построения, которые формируют конфигурацию строки. Также, как и может быть, формироваться она и вертикально, но и, как было уже сказано, что все-таки удобно читаемо является, когда строка идет в горизонтальном направлении, и читабельность изображаемых букв или слов идет, об этом надо тоже помнить, слева направо. Иногда применяется прием, когда линии строки сходятся или расходятся. В этих случаях ширина букв и просветов между ними принимается также уменьшающейся пропорционально их высоте, что дает эффект перспективного удаления или приближения надписи. Употребляются также линии строк в виде эксцентрических окружностей и других кривых любого вида. Иногда надписи выполняются из букв, накладывающихся одна на другую. В данном случае вам как раз представляются примеры формирования шрифтовой композиции. Изначально, прежде чем приступить к ее исполнению, необходимо создать свой образ или отобразить свой образ в виде эскиза. В данном случае вам представлен вариант эскизного пятна, где использованы и сочетания прямых линейных форм, и пересечения этих линий, и криволинейность, создающая определенную динамику, и элементы замкнутого радиального отображения линий закольцованного характера, включения ломанных элементов, включения перпендикулярно параллельных элементов. Иначе говоря, при создании шрифтовой композиции, в данном случае из широкого или узкого шрифта, мы используем наши навыки, которые мы отрабатывали при формировании композиций из перпендикулярно параллельных, непараллельных, имеется в виду ломанных, пластичных линий, или сочетания этих линий друг с другом. Как раз этот прием в этом примере присутствует. Теперь встает задача, как мы распорядимся такими тремя композиционными формообразующими средствами, как линия, плоскость и точка. В данном случае как раз можно увидеть, у нас есть вариация, которую мы можем передать или придать ей форму плоскости. есть элементы линий, линейности и точек. Посмотрим, как нам предлагают вариабельный поиск идеи. В первом случае наложение как бы двух плоскостей друг на друга. При этом плоскость, которая находится ближе к нам, она более по тональности светлее. Шрифт более крупный, но пространственный. Под ним располагается другая плоскость, которая сформирована и выявлена уже шрифтом более плотно наложенного, например, узкого шрифта, который может быть, например, соотношение 1 к 6, а может быть 1 к 5. Это, опять же, абсолютно индивидуально. Надо пробовать и смотреть, насколько тональность здесь будет гармонично сочетаться друг с другом. Линейные элементы в эскизном варианте предлагаются за счет вот таких вот нанесенных вертикальных модулей, которые предполагают, что в нем будет, они будут заполнены шрифтом. Аналогично и другие элементы, также и окружности. Как можно выявить контурность за счет более плотного шрифта и как можно дать ей пространственность, тоже заполняя определенным размером и более разреженным наполнением цифр или букв. И второй вариант решения той же композиции. Это является поиском образа композиции, где уже, в принципе, предполагаются, какие будут нанесены шрифты. Мы видим в этом случае отказ, есть отказ от второй плоскости. Плоскость дана разреженная более крупным шрифтом. Появляется дополнительная ось, которая еще больше усиливает динамику и уравновешенность данной композиции. Динамичность создана за счет криволинейных, дополнительных вот этих элементов линий и своеобразное прорезание и, опять же, создание динамики за счет различного начертания шрифтового наполнения и выявления линий. Очень важным аспектом здесь работает именно как будет выявляться динамика, потому что здесь идет сосредоточение таких разных форм, как форм не перпендикулярно параллельных, то есть треугольные структуры, причем неполные, с разрывами, что дополняет эту динамику. Есть форма перпендикулярно параллельной, создает композиционный, усиливает композиционный центр. При этом этот композиционный центр равномерно распределяется, сильно ярко не выявляется, не выскакивает из всей этой композиции. Все остальные элементы ему соподчиняются. При этом работает на лист вся эта композиция. Как мы видим, здесь нет идеального подчеркивания горизонтально перпендикулярных формирования линий по отношению к плоскостям формата, что придает ей также художественную выразительность. И помним, контрастность, контрастность, которая на фоне сочетания этих форм, выявленных шрифтом, мы не видим контуров, обведенных таких, которые в эскизе предварительно были как бы для выявления этих плоскостей. Плоскости выявлены содержанием, линии выявлены содержанием. Таким образом, композиция становится одновременно и прозрачной, и с усилением плотности, читается тональность, читаются элементы, держащие эту композицию, и все остальные, которые ей, этому центру, соподчиняются. При компоновке текст, в первую очередь, делят на части по смыслу и определяют те группы слов, которые требуются выделить. Но это в том случае, если шрифтовая композиция идет с наполнением смыслового характера. Такой анализ надписи дает схему ее композиции. Намечается симметричное или асимметричное расположение строк и производится разбивка надписи. Слова, определяющие основной смысл надписи, как правило, группируются и выделяются увеличением размера букв по ширине или по высоте. Аналогично в центре располагается эскиз будущей шрифтовой композиции, где чисто композиционными средствами идет гармонизация этой структуры. Опять же, мы видим, что в данном случае идет композиционный элемент, который держит все остальные ее составляющие элементы, мы видим здесь присутствует определенная закономерность ритма, повторяющегося и дающих ощущение перспективы. Есть элементы, которые подчеркивают динамику и в конечном итоге присутствует элемент, который это все, ну, так скажем, немножко успокаивает, уравновешивает. И даются два варианта его решения. То есть пятна, которые на эскизе предварительно продумываются, затем выявляются наполнением. Вот эта вертикальная линия, которая идет вдоль высоты всего формата, она выявляется за счет внедрения или выявления его за счет букв, то есть шрифта. Раз она уравновешивает эту всю композицию, в ней присутствует определенная масса, то соответствующий выбирается шрифт. Если присутствуют элементы динамики, которая переходит или вы передаете ее за счет перспективы, соответственно, и наполняемость модулей в этой форме подчиняется принципу перспективы. И эскиз эскиза, а в процессе выявления этой идеи, автор уже включает дополнение, где, может быть, необходимо усилить динамику, чтобы уравновесить весь композиционный центр, что, может быть, в этой композиции слишком много доминирующих вертикалей, и ее необходимо уравновесить, поскольку если мы вот эту композицию разделим визуально на две части и посмотрим на нижнюю часть, а потом на верхнюю часть, то получится, что в нижней части в основном идут одни горизонтали, в верхней части одни вертикали. Значит, что нам необходимо сделать? Необходимо немножко внести гармонизации, то есть добавить не сильно выраженных, но все-таки горизонтали. Таким образом, композиция уравновешивается и в ней появляется в весовых соотношениях она уравновешивается. На эскизе представлен вертикальный элемент в единичном, так скажем, исполнении, а в процессе выявления оказывается, что не хватает его усиления. То есть опять идет дифференциация широкая, узкая, широкая, переходящая в узкое, тоненькие линии, широкие, двойные, тройные отображения, как вот в данном случае здесь. И второй вариант, где, получив первое, так скажем, изображение, автор пытается поискать, может быть, и улучшить этот вариант, включая сюда тональность из более насыщенного переход в более прозрачное. Динамика усиливается за счет включения опять прозрачности и уплотнения. Но в данном случае второй вариант слишком тяжелый. Если провести, опять же, горизонтальную визуальную ось, композиционную, и сравнить, как верхняя часть листа работает, и как нижняя часть. Поэтому точно так же проводится визуально-композиционная ось и вертикально. И если мы проведем ее в первом случае, вертикальную и горизонтальную, и посмотрим, насколько гармоничные эти части по вертикали и горизонтали друг с другом сочетаются, то, естественно, вы сами увидите, насколько какой из этих вариантов будет более гармоничен и художественно-выразителен. Давайте рассмотрим, какие существуют правила при построении строк в шрифтовых композициях. Основное правило, которое должно соблюдаться при построении строки, это сохранение зрительного впечатления равномерности межбуквенных пробелов. При определении межбуквенных промежутков нужно стремиться, чтобы они были примерно равными по площади. Для определения границ пробелов между буквами следуют выступающие точки букв с незамкнутыми начертаниями и соединить прямыми линиями так, чтобы не было входящих углов. Как правило, расстояние между буквами около 1-2 модулей. пробелы между буквами определяют по расстоянию между двумя буквами путем предельного сближения двух букв, форма которых определяет наибольшую площадь промежутка. На лекции по шрифтам мы с вами как раз разбирали есть сочетание или соседство букв открытых друг к другу, полуоткрытых и закрытых. В данном случае В можно считать практически закрытой буквой, хотя она полуоткрытая. В сочетании с закрытой частью буквы Г расстояние между этими буквами максимально. при открытой букве рядом с закрытой буквой мы расстояние между буквами немножко уменьшаем, аналогично как Е и К. К является практически открытой буквой и Т открытой буквой. Расстояние необходимо здесь тоже сузить. Хотя вы видите в данном случае специально для вас представлено, что пробелы между буквами у всех одинаковые. А когда мы смотрим по геометрии, мы видим, что расстояние между этими буквами, вернее, пространство между этими буквами намного больше. Значит, визуально они будут их разрывать друг рядом друг с другом. В качестве таких букв, как правило, берутся две рядом расположенные буквы А. Площадь пробела между ними, имеющая треугольную форму, служит эталоном для определения промежутков между другими буквами. Так, пробел между двумя буквами, ограниченными вертикальными стойками, должен быть примерно в два раза меньше расстояния между верхними точками двух рядом расположенных букв А. В данном случае представлены примеры в первом с неуравновешенными пробелами, так как они везде одинаковые, и поэтому соседство между Э, Д, Т, А, 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 Л и С дают большие пробелы и буквы начинают читаться отдельно. Для этого, как вы видите, чтобы их уравновесить и читабельность слова была целостна, то необходимо эти пробелы уменьшать. и для этого вам для примера дается буква А, как треугольная форма, что она в этом случае достаточно требует к себе особого внимания, особенно сочетания, когда идет с открытыми буквами. Промежутки между буквами округлого начертания также берутся несколько меньшими по сравнению с пробелами прямоугольных букв. Такой прием определения промежутков между буквами создает впечатление наиболее равномерного их расположения. Размещение в надписи букв на равных расстояниях между крайними и выступающими элементами приводит к тому, что слово кажется распадающимся на части. То, что я вам только что и говорила. В первом случае, если не будет учитываться прием правила сочетания букв открытых и закрытых или полуоткрытых, то можно как раз допустить вот такие ошибки и слово будет целостно не восприниматься. При простроении шрифтовой композиции можно применить правило шести точек. Метод Полякова. Расстояние рассчитывается в зависимости от того, между какими буквами оно находится. Интервалы между словами в одной и предвами как раз представлен. Этот пример, который мы сейчас только что плотно разобрали. И как видите, есть один очень простой приём, когда идёт сочетание открытой буквы и треугольной формы буквы, что в принципе между ними можно даже не делать пробела, а пробел будет как раз восприниматься между вершиной треугольной по конфигурации буквы и открытой части буквы. и она будет приблизительно максимальной величины, которую мы используем в соседстве закрытых букв. И как раз по уменьшению представлены варианты, какие буквы требуют какого увеличения друг с другом или наоборот уменьшения расстояния их пробелов рядом друг с другом. Интервалы между словами в одной строке должны быть, как правило, не менее высоты буквы. В симметричных надписях в случае, если в начале строки расположена буква прямоугольного начертания, а в конце строки стоит литера с выступающими вверху или внизу ее элементами такими как А, Г и другие, для сохранения зрительного впечатления симметричного расположения строки необходимо ее середину сместить на некоторую величину от оси симметрии в направлении в противоположном букве прямоугольного начертания. Промежутки между строками могут формироваться композиционно. Давайте разберем, а какие принципы формирования в шрифтовой композиции могут быть использованы. Итак, еще раз вспомним, что такое шрифтовая композиция. Это гармонично связанный между собой набор букв, из которых составляется композиция. Шрифтовая композиция состоит из различных сочетаний букв. Каждая буква имеет свою массу, динамику, статику и визуально-графический образ. Все это создает своеобразный ритм, который можно выразить геометрически. Ритм шрифтовой гарнитуры в совокупности строк действует уже в среде, то есть тексте, как фактуре и окрашивает его своей вибрацией. На основе теоретических знаний о формообразовании шрифта и высокой культуре исполнения создать оригинальную композицию, выявить художественное качество при сложных взаимодействиях пространства и шрифтовых форм. Это является основной задачей при формировании композиции. При этом графика букв и цифр применяются по выбору. Композиционный принцип определяется самим обучающимся. Применение технических приемов не ограничено. Композиция шрифтовой графики по количеству составляющих ее единиц подразделяется на однофигурную, то есть в единичном представлении или комбинаторном повторении. То есть говоря об однофигурности, это значит формирование одного какого-либо пятна или комбинации этих пятен. Может быть многофигурные, то есть состоящие из различных единиц шрифта, например, букв и цифр. То есть могут там включаться и формироваться из различных сочетаний. Они могут быть алфавитные. По качеству формы они могут быть структурные и пластические. Опять же напоминаю, у нас для этого мы с вами исполняли упражнения на формирование композиций из линий. Линейные композиции. Все приемы, которые вы там использовали, в этом задании также применяются. Только теперь линиями будут и должны быть использованы линии, выявленные шрифтом. Вспоминаем понятие выявления. Структурный принцип взаимодействия элементов и частей формы как целого поддается количественному анализу. Относительно легко можно определить оси построения, количество элементов и их частей, их геометрию, связь, пространственное положение и другие характеристики. следует обратить внимание еще на ряд определений, относящихся к организации шрифтовой графики. Они могут быть простые и сложные, вертикальные и горизонтальные, симметричные и асимметричные, открытые и закрытые, статичные и динамичные, хроматические и ахроматические. Но это имеется ввиду с цветовой категории. У вас в данном случае будет ахроматическое, черно-белое использование передачи тональности. Композиционные средства гармонии шрифтовой графики по значимости следуют в таком порядке. Композиционный прием, ритм, пропорции, масштаб и цвет. Подчеркиваю, цвет у вас ахроматический, то есть черно-белый, цвет простого карандаша. В зависимости от композиционной цели определяются и композиционные средства. Работа над оригинальной шрифтовой композицией должна быть направлена на достижение наибольшего взаимодействия первичных средств, то есть графем, знаков и алфавита. Они у вас являются формообразующими средствами с применяемыми композиционными средствами, в результате чего открываются новые визуальные свойства графики шрифта. И на основе представленного материала давайте зафиксируем для себя задание. Тема называется архитектурный шрифт. Заданием оговаривается, что на формате А4 необходимо сформировать шрифтовую композицию, организованную из букв алфавита и цифр узкого и широкого архитектурного шрифтов рекомендуемых размеров. без текстовой смысловой нагрузки. Рекомендуемые размеры у нас идёт для узкого шрифта 1 см, 7 мм и 5 мм. Для широкого у нас идёт 0,7 см, 0,5 сантиметра. Без текстовой смысловой нагрузки. То есть только алфавит и передача конструкции букв, их красота и использование для передачи вашего замысла. Вычерчиваемые шрифтовые ряды могут представлять собой как отдельные линии различной ширины и длины, так и плоскости изгруппированных из этих линий рядами. Шрифтовая композиция формируется с помощью композиционных приёмов, используемых в архитектурной графике, такие как акцентность, фоновость, плановость, плотность, разреженность, продолжительность, прерывистость, жёсткость, пластичность, статичность, динамичность и так далее. Для выявления художественной выразительности шрифтовой композиции, для передачи плановости и акцентности необходимо использовать карандаши разной твёрдости. Именно твёрдости. Это могут быть ТМ, Т, 2Т, 3Т, если это отечественная маркировка, или HB, H, 2H, или 3H. Соответственно, зарубежные маркировки. Цель данного задания развить творческие способности в процессе самостоятельной работы по закреплению графических приёмов и выразительных средств, отработать технику подачи, позволяющей наиболее выразительно отобразить замысел шрифтовой композиции. В результате изучения данной темы студенты должны иметь представление об архитектурных шрифтах, привить навыки построения узкого и широкого архитектурного шрифта, знать закономерности построения композиции, элементами которой являются буквы, цифры и алфавит, сформировать шрифтовую композицию с высоким уровнем композиционно- графической проработки. И в результате, как всегда, дается рекомендуемая для вас литература. На этом позвольте завершить наше занятие по СРСП. желаю вам успехов в формировании вдохновения и творческих взлетов в поиске того совершенного вида при составлении шрифтовой композиции. Всего вам доброго! до новых встреч! Продолжение следует...